Владимирский предприниматель устроил кладбище крупного рогатого скота прямо в черте города. Останки забитых животных он выбрасывал на улицу, прямо за забор своего предприятия. Незаконный скотомогильник неподалеку от совхоза Вышка случайно обнаружил один из жителей Верхней Дубровы во время прогулки с собакой. Неприятная находка обнаружилась буквально в 100 метрах от дороги, напротив строящихся многоэтажек. На поляне, в районе старых складов и полуразрушенной свинофермы можно хоть сейчас снимать фильм ужасов. Повсюду разбросаны останки крупного рогатого скота. Шкуры, копыта, часть тушь – всё это перемешалось с землёй и источая зловоние. Местные жители пожаловались в прокуратуру, мэрию и департамент ветеринарии. Разлагающиеся биоотходы могут представлять опасность, поэтому приехавшие на место ветеринары в первую очередь взяли образцы на анализ и засыпали всё хлоркой. Как нам сообщили в городском отделе по охране окружающей среды, скотомогильник в черте города устроил предприниматель. Он с ноября арендовал здесь территорию под забойный цех и, очевидно, решил сэкономить на утилизации отходов. Вину свою он признал полностью. Уже на данный момент очищена территория от отходов. Кроме того, у него оказался действующий договор с УНР-17, однако по которому он отходы не вывозил и, соответственно, платежи не осуществлял. То есть так для галочки был заключённый договор. Я связался с директором УНР-17 и с главным округом УНР-17. Мы переговорили, что это будет под контролем поставлено, что в течение ближайших дней эти отходы будут, естественно, вывезены. И, соответственно, будут они утилизированы в соответствии с нормами требований природного охранного законодательства. Оплачивать вывоз отходов будет сам нарушитель. Кроме того, ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей. Закрыть предприятие из-за подобного нарушения, как выяснилось, нельзя. Но на жёсткий контроль фирму поставили. Теперь экологи будут следить, как часто предприниматель сдаёт отходы и не экономит ли на утилизации. Если в дальнейшем будут предприниматели осуществлять какие-то ещё нарушения природного охранного законодательства в области обращения с отходами, то на него может быть возбуждена статья 8.2 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации. Но это уже не наша статья, это должен Департамент природопользования, соответственно, иметь право её возбуждать. По этой статье предусматривается штраф от 100 до 250 тысяч рублей или при остановлении деятельности. Продолжение следует...